Всем привет! Представляем новый продукт компании Каттервильд, Каттервильд Лайт. Эта коляска собрана в Новосибирске из китайских комплектующих. В чем особенность этой коляски? То, что она легкая, быстросъемная, но раскладывается легко, тем самым она легко входит в автомобиль. Причем я шейник, спокойно ее могу разложить. Вот она сложная, разложенная коляска, можно садиться и ехать. Коляска у нас оснащена, как вы видите, пультом, все как обычная коляска. Здесь на пульте есть зарядная для телефона USB. Вот она выглядит. То есть спокойно можно ее взять, разложить, сложить и засунуть в машину. Складывается она тоже легко. Вот, пожалуйста, сложенная коляска. Входит в багажник отлично. Если маленько пульт мешается, пульт можно также снять и положить сюда. Вот она, видите, в сложенном состоянии она выглядит вот так. Несмотря на то, что это бюджетная коляска, она оснащена шестью маленькими амортизаторами, благодаря которым ход становится намного мягче. И при одолении маленьких порогов нету резких толчков, рывков. По габаритам коляска входит в любой лифт. Я в своем лифте разворачиваюсь даже спокойно вокруг себя. Ширина у нее шестьдесят три. А если в сложенном состоянии, шестьдесят три. Длина семьдесят шесть. Высота сорок три сантиметра. Скорость у нее, ну, как я уже говорил, как и обычной коляски, семь километров в час. Заряда хватает на километров 15-20. 20 это идеальное состояние, когда ездишь по ровной поверхности, конечно, не по лесу. На коляске стоит современный литиевый аккумулятор, что емкость у него небольшая, но за счет веса и легкости коляски прослужит долго. Причем он морозоустойчивый, у него можно на нем ездить до 20 градусов мороза. Подножки у нас нерегулируемые, то есть вот она как есть, все они так и есть. Спинка, угол наклона не регулируется, высота спинки регулируется. Подлокотники тоже, как вы видите, нерегулируемые. Просто опускаются, поднимаются и все. Подлокотники эргономичные, то есть с выемкой для удобства лежания руки. То есть рука уже не так соскальзывает, но твердые, не мягкие. Удобство коляски. Сидеть нормально, откидывается, откинувшись, хорошо сидеть, то есть не боишься, ничего, спокойно едешь. То есть, ну, подушку, да, конечно, подушку жестковато. Чуть-чуть подушку, лучше свою положить. Подушка находится на липах, крепится. Чехол спинки тоже на липах. Снимается легко, если где-то замарали, спокойно сняли, постирали, нормально. Так, ну, еще из минусов. Маленько шумят громче двигатели, работают, чем обычные. Чуть-чуть погромче. Для кого-то это важно, для кого-то нет. Также имеется ремень безопасности, чтобы пристегнуться. Ну, я не пристегиваюсь, конечно, как обычно, но ремень имеется. Вот, пожалуйста, чтобы пристегнуться и не выпасть коляски. Актуально для шейников. Пульт, как вы видите, стандартный, то есть, выключение, кнопка включения-выключения, сигнал, плюс-минус, скорость прибавляется, убавляется. Ну, и обычный джойстик, как обычно. Зарядка так же, как у обычных пультов. То есть, снизу пункта, вот здесь разъем для подзарядки. Здесь зарядка для телефона, USB-зарядка для ваших гаджетов. По резине у нас стоит задние камерные, спереди бескамерные. Но все равно, как бы, мягкая, не такая, как каучук. Ну, в то же время, накачивать не надо, нигде не проколешь. Ну, а сзади хороший протектор. То есть, буксовать так не будет. Отключение-подключение колес задних приводов находится вот кнопочка. То есть, отщелкиваешь, отключил двигатель, и все, и тебя можно катить. Сопровождающий где-то может прокатить, где-то скатить. Опять нажал, отщелкнул. Коляска дальше спокойно едет от пульта. Наверное, я на ней поеду за грибами. Да, вот, видите сами. Реально можно ехать за грибами. Ну, что, попробуем заехать в лес. Благо, коляска легкая. Тут бегают спортсмены, если что, меня вытащат. Вот, пожалуйста, спокойно полезут. Вау! Нифига у нее клиренс. Причем здесь еще мягкая подстилка весенняя. Листва. И колеса, как вы сами видите, маленько утопают. Но она идет. Боком, но идет. И вот, пожалуйста. Причем, сами видите, мы ездим по лесу. То есть, она приспособлена не только по движению в комнатах, где-то в каких-то помещениях, но и по бездорожью. Спокойно можно ездить. Ничего не мешает. Также на ней стоят откатники, чтобы коляска взад не переворачивалась. По углу наклона пантуса до 15 можно заезжать без сопровождающего. Но когда побольше, до 20 уже, то лучше сопровождающим все равно, чтобы была подстраховка. Двигателя вытягивает такой наклон пантуса. Так что, дерзайте ездить. В итоге, коляска подходит как для инвалидов, так и для пенсионеров. Для таких поездочек мелких, небольших на небольшие расстояния. Плюсы коляски. То, что она малогабаритная, легкая, складывается, раскладывается очень легко. Причем, вы сами видели, я шейник раскладываю, складываю. Сил мне хватает. Из минусов. Скажем, нерегулируемая спинка. Что спинка не регулируется. И сюда не приспособить никакой пакет, не повесить, если вдруг поехали в магазин. Рюкзак, то есть, еще можно повесить. Пакет уже не повесишь. Хотя здесь и есть маленький карманчик, но все равно, для походов в магазин, нужно уже рюкзак с собой иметь. Проходимость хорошая. Входит в любой лифт. Я бы себе взял такую, чтобы передвигаться, куда в магазин надо, куда-то съездить, на какую-то встречу, на все легко. То есть, вызвал такси, спокойно даже в багажник ее закинул. Водители-таксисты спокойно помогают, то есть, закидывают даже один человек ее в машину. Хорошая, нормальная коляска. Тем более, по такой бюджетной цене, то есть, недорогая. Продолжение следует...